всем привет друзья меня зовут александр соловей я художник преподаватель кастомайзер и в этом видео мы с вами затронем одну из важнейших тем а именно поговорим о том нужно ли стирать вещи перед росписью но перед тем как начать я вас попрошу подписаться на мой канал чтобы не пропустить следующие интересные и полезные ролики также по данным видео вы найдете ссылки на меня в других соцсетях ну и можете заранее поставить палец вверх потому что я уверена что эта тема вам понравится и вы знаете много для себя нового и интересного давайте начнем да зачем стирать эти вещи из магазина они же чистые зачем если потом все равно придется и стирать я сначала в них погуляю хорошенечко вспотею и потом уже постираю а сейчас-то они новые зачем это делать зачем это тратить время почему-то не для всех очевидно что вещи которые куплены в магазине нужно обязательно стирать и если эти вещи висят на прилавках это совершенно не означает что эти вещи чистые и что их до вас никто не носил это относится не только к нижнему белью но и к футболкам худи свитшотом джинсовкам и другим вещам даже если вы принесли из магазина новенькую чистенькую упакованную вещь и у вас складывается полное ощущение того что никто до вас ее не носил я бы все равно вам рекомендовал ее постирать а почему это важно делать сейчас давайте мы с вами разберемся я назову целых пять причин и так причина номер один обработка химией чтобы ткани и также готовые одежды в процессе транспортировки из китая а многие вещи идут чаще всего именно оттуда и эти вещи везут в огромных контейнерах неизвестно в каком состоянии и неизвестно сколько эти вещи будут идти в какую-либо страну данные вещи ткани обрабатываются различными пропитками о гипоаллергенности которых поверьте никто не заботится и также данные вещи частенько обрабатываются формальдегидной смолой для того чтобы на тканях не было неисправимых сильных заломов поэтому все же для безопасности даже исходя уже из первого фактора из первой причины вещи желательно стирать причина номер два аллергия с момента когда нитка впервые сошла с бобины на ткацкий станок до того момента как готовое изделие окажется у вас в руках никто ни разу не стирает данную ткань на нее только наносят различные пропитки различные вещества которые могут вызвать аллергическую реакцию и раздражение кожи представьте вы как бы получили эту новенькую вещь из магазина решили что не будете ее стирать нанесли на нее роспись далее эта вещь оказалась у заказчика а у заказчика внезапные аллергии начинается и естественно в первую очередь заказчик будет думать не на ткань а именно на краску которая нанесена на ткань и естественно виноваты в этом будете вы поэтому чтобы не произошло таких неприятных ситуаций а возможно заказчик-то заказывал вещь не для себя а для кого-то в подарок в подарок для своего дорогого любимого человека у него внезапно начинается аллергия какая-то чесотка непонятно что это неприятно поэтому вещь лучше стирать перед росписью и даже для вас как для художника будет приятнее и безопаснее рисовать именно на чистой новой вещи причина номер три заболевания и дело даже не в том что данную вещь мог до вас кто-то примерять трогать либо носить в принципе риск заражения в данных случаях не очень высокий опаснее если у вас на коже есть какие-то ранки экземы либо если у вас ослаблен иммунитет повторюсь еще раз что риск заражения небольшой но он все же есть поэтому для безопасности вещь лучше стирать перед ноской и естественно перед росписью тоже кстати одним из первых теорию так называемой первой стирки выдвинул профессор микробиологии филипп терна врач предупреждает что бактерии и также мертвые клетки кожи могут накапливаться не только в постельном белье но и также в тех самых вещах которые просто висят в магазинах но в принципе эти статьи можете найти в интернете многие биологи поддерживают данную теорию и рекомендую всегда стирать вещи предварительная стирка позволяет избежать переноса патогенных микроорганизмов скопившихся на одежде в процессе примерки разными людьми причина номер четыре ограничение постирки вещей с ручной росписью я думаю что вы уже прекрасно знаете что вещи с ручной росписью нужно стирать немножечко по-другому так как на эти вещи нанесена роспись их желательно беречь и стирать на деликатных режимах с деликатными моющими средствами но многие патогенные микроорганизмы выживают при данной температуре и новые вещи желательно стирать при 60 градусах с различными более сильными гидрофицирующими средствами и порошками вещь перед росписью желательно хорошенько простирать ибо даже потом сами заметите как изменилась ткань обычно до стирки ткань такая более мягкая она может даже вам показаться более приятный как раз за счет того что на ткань нанесены различные пропитки после первой стирки вещь становится такой более хрустящий ткань становится более твердой и более чистой и конечно на подобной ткани рисовать удобнее и приятней и очень важно сделать вот эту вот первую гидрофицирующую стирку если вы собираетесь рисовать на какой-то нежной вещи и вы читаете на ярлычке что данную вещь нельзя стирать при 60 градусах то тогда стираете при меньшем количестве градусов но используйте такие более сильные порошки очень много есть порошков которые идут с инфицирующим эффектом и именно эти порошки помогут как раз таки смыть вам всю ненужную грязь и убрать каких-либо там лишних организмов которые могут вызвать те самые аллергии помогут смыть различные пропитки и в большинстве случаев если вы будете стирать вещь вручную частенько даже вода которая стекает с этой вещи становится грязноватой либо на грязноватые от какой-то грязи от пыли и от того что многие трогали эту вещь да то есть остаются какие-то клеточки кожи кожное сало либо во многих случаях слегка смывается краска с вещи и естественно лучше это произойдет до росписи чем после нее иначе такая сильная стирка может просто эту роспись убить и смыть также очень часто натуральные ткани дают усадку после первой стирки и очень важно повторюсь еще раз постирать в первый раз вещь особенно перед росписью потому что если вы сначала нанесете на ваше изделие роспись а потом ее постираете то есть риск что ткань ужмется уменьшится в размере а роспись этого сделать просто не сможет роспись от этого испортится деформируется может потрескаться может даже отойти от ткани поверьте у меня такое тоже к сожалению было но либо конечно возможно и к счастью теперь я понимаю что так делать нельзя что нужно сначала стирать изделие а потом на нем рисовать поэтому мой вам совет пожалуйста стирайте вещи всегда перед росписью это действительно очень важно позаботьтесь не только о себе о своем здоровье но также о здоровье своего клиента и о качестве росписи которую ваш клиент получит причина номер пять роспись будет держаться и носиться гораздо лучше я хочу привести одну историю из моей жизни которая была очень поучительна для тех кто не знает я являюсь художником по костюму кино и тв и какое-то время естественно работала в кино и вот когда-то на мусфильме мы должны были окрасить ткани и далее из этих тканей уже нужно было шить изделие для фильма так вот мы эту ткань гигантскую взяли закинули в стиральную машину засыпали туда специальный краситель и все по инструкции сделали отправили ткань стираться потом мы эту ткань достаем и смотрим на нее она окрасилась неравномерно то есть на ткани как будто бы остались где-то назовем их проплешинами да то есть где-то цвет красителя достаточно яркий а где-то он либо менее яркий либо попросту не пропитал ткань и она осталась прежнего цвета и можно было бы конечно сказать что дело в красителе дело не в качественном красителе но мы этими красителями уже пользовались до этого и не раз поверьте и все делали как обычно по инструкции в общем то оказалось что данная ткань была чем-то пропитана потому что там явно как будто бы знаете какой-то клей на ней присутствовал но только потом это уже поняли как раз те места которые на ощупь были как будто бы в клею то бишь в некой пропитке мы точно не знаем что это было за пропитка там ткань совершенно не окрасилась и мы потом заново эту ткань стирали уже на большой температуре уже по времени дольше это все у нас происходило потом доставали сушили и заново окрашивали как вы понимаете на это ушло гораздо больше времени нам пришлось задержаться из-за этой ошибки которая действительно запомнила на всю жизнь и естественно потом уже все равномерно окрасилась и мы смогли эту ткань уже отправить на пошив вот такая вот история друзья то же самое касается и роспись у меня было такое что я на новых изделиях и рисовала и потом у меня почему-то неизвестно почему неизвестно как краска в которой я была уверена смывалась кусочками и опять же я потом заново стирала вещь частями эту краску снимала но настолько насколько это было возможно заново рисовала и потом уже все держалась отлично говорю из собственного опыта стирайте вещь действительно и роспись будет держаться гораздо лучше и повторюсь еще раз вам будет приятнее рисовать именно на чистой новенькой вещи и вы будете точно уверены в том что роспись продержится годами будет яркий насыщенный будет радовать вас ваших друзей и близких либо вашего заказчика либо заказчицу хочу важный момент отметить вещь перед росписью важно стирать без кондиционера конечно да с кондиционером вещь там вкусно пахнет становится более приятный но в том-то и дело что кондиционер он забивает волокна ткани а нам важно перед росписью с ткани максимально все смыть освободить волокна ткани чтобы эти волокна потом впитывали в себя краску чтобы краска пропитывалась как можно глубже кондиционер за счет того что забивает ткань может не дать краски впитаться и из-за этого краска потом может вымываться с верхних слоев ткани поэтому запомните это и стирайте вещь без кондиционера когда вы полностью выполните роспись высушите и закрепите тогда да дальнейшем уже изделие можно стирать с кондиционером мы не знаем чем была обработана вещь перед пошивом мы не знаем чем была обработана вещь после пошива мы не знаем какой путь прошла данная вещь и мы не можем быть уверены в том что до этого эту вещь никто не носил никто не трогал и что она абсолютно новая и чистая мы не знаем сколько человек ее мерили трогали возможно носили а потом сдавали обратно в магазин прежде чем эта вещь оказалась у нас поэтому пожалуйста стирайте вещи чтобы у вас не было никаких потом дальнейших проблем со здоровьем либо с росписью а еще советую вам прочитать вот эти вот сообщения комментарии которые получила от людей которые работают в данной сфере и знают о чем говорят поставьте на паузу и прочитайте и думаю что после этого вы точно будете стирать вещи перед росписью и не только перед росписью но и перед ноской ну и хочу еще отметить что естественно я по большей части говорю именно о тех вещах которые находятся близко к телу если у вас какая-то кожаная куртка до из натуральной кожи либо из искусственной кожи вы ее не сможете постирать стиральной машинки данные вещи можно хотя бы протереть тряпочкой либо чем-то обработать обработать антисептиком если позволяет это делать изделие ну в крайнем случае просто губкой с мылом можете протереть изделие и уже тогда вы его сможете бесстрашно носить либо некоторые вещи можно отдавать химчистку но те вещи которые находятся близко к телу это нижнее белье купальники футболки топы майки худи свиршоты да даже какие-то вот кофты джинсовки я бы вам рекомендовала стирать я сама лично это делаю всегда и даю вам такой вот полезный и важный совет я надеюсь что данное видео вам понравилось если да то ставьте пожалуйста лайк палец вверх не забудьте подписаться на мой канал вопросы пишите в комментариях поделитесь понравилось ли вам это видео было ли вам актуально данная тема будете ли вы теперь стирать вещь не только перед росписью но и перед ноской или вы все равно такие все бесстрашные будете сначала вещи носить а потом стирать очень интересно узнать ваше мнение также подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие интересные видео по данным видео вы можете найти ссылки на меня в других соцсетях в которых я также пишу полезные посты для кастомайзеров буду рада вас там видеть спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видео пока-пока